Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 21 июля, и притча, которую мы рассматриваем и развиваем, это книга притчей 21 глава 2 стих. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. И я назвал сегодняшнее слово «изумительная заинтересованность». Ну, подумайте, кто мы такие, чтобы сам Господь, Творец Вселенной, взвешивал наши сердца, внимательно смотрел на те штили, бури, сложности, которые происходят. Ну, давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за этот особенный день, и в нашей жизни сейчас это день торжества Твоего присутствия в нас, в наших умах, в нашем расположении, в престоле милости, в престольном зале милости и благодати. Мы просим Тебя, благослови это слово, подари нам Твое просвещение, Господь, укрепляй нас в Твоем пути, славься Бог наш. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Итак, всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Да, действительно, мы с вами имеем каждый день сотни, может быть, тысячи этих микрорешений, микроситуаций, мыслей, которые мы или же продолжаем их думать, или же прекращаем, перекидываемся по ассоциации на другие мысли. Это первый пункт. Множество выборов, решений, свершений, выводы, удачи и неудачи. Это обыкновенная жизнь человека, думающего, ответственного или безответственного. Много путей. До принятия Иисуса Христа мы действительно так считали, что у меня хороший, богатый опыт, есть образование, я могу вести себя подобающим, в кавычках, образом с другими людьми, есть у меня друзья и недруги, и прочее, и прочее. Но ведь здесь говорится и также о верующем человеке. И вот когда мы поверили в Иисуса Христа, то Господь обучает нас Своей истине, это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. Вот слова мои, вот я вам даю слова мои. Они и дух, и жизнь. Если мы возьмем слова Иисуса Христа как букву, то она может иногда и жалить, но как дух, дух любви, дух ободрения, то она нас поднимает и дает нам удивительные крылья, то эти слова становятся действительно тем замечательным путем, которому мы обучаемся, чтобы ожидать от Бога. Твои слова – суть дух и жизнь. И я не хочу брать свои слова и ставить на них печать, «Это Бог сказал». Нет, я хочу быть уверен, что мысли мои действительно мысли от Бога. Потому что свои мысли я знаю, я там всегда проигрываю. Если даже выигрываю, то это все время на горизонтали. Это тактические вещи, которые приводят к стратегическим ошибкам. Итак, первый пункт у нас был – множество выборов, решений, удачи и неудачи. А вот второй – это есть другие пути, и это пути Божьи. Давайте мы с вами посмотрим на 55 главу книги Исаии, 8 стих. «Мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли». Ну, конечно, давайте мы согласимся. Давайте мы сдадимся истине Божьей. Мы уже не атеисты, мы не эволюционисты. Мы знаем, что есть Творец, мыслящий, и вот эта вот его книга, его слова, и Дух Святой, который живет в нас, он говорит «Аминь и аминь». Да, так и есть. Его мысли. Ну, раз бы мы могли бы так подумать, как Он, принести в жертву самое любимое. Он принес Своего Сына человеческого. Интересно за нас. Достойны ли мы этого? А суть заключается в том, что только через Сына Своего, через Его жертву, Он мог получить нас для Себя, свою собственность, в Которую Он предоставляет нам различные возможности, терпит, обучает. Поэтому Он и назвал Себя нашим Отцом. И как Отец, Он взял на Себя ответственность воспитать Своего Сына, Свою Дочь, Вас, Меня. Мы с вами обнаруживаем, что да, действительно, когда мы смотрим на эти мысли, мы становимся другими. Мы видим совершенно другие ценности. И эти ценности не в достатке жизни, это ценности в людях. Мы начинаем ценить семью, мы начинаем ценить взаимоотношения в семье. Не все получается. Ну и что? Он дает нам удивительное, Он дает нам терпение, благодать. Он показывает на своем опыте жизни среди людей и до своего воплощения, и когда Он воплотился. И Он обучал своих учеников и говорил им, и говорит нам, вы пока еще не знаете, какого вы духа. Это не дух суда, а это дух любви. И этим духом любви Он созидает других людей. Сначала Он созидает нас. Потом мы, переполненные Его любовью и желанием служить другим, Он созидает других. Это Бог, который из вечности в прошлом протягивает руку Иисусом Христом в настоящее через нас. «Мои мысли не ваши мысли и не ваши пути, не ваши пути, мои пути, говорит Господь». А что? Какая разница? Девятый стих. Исайя 55, 9. «Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мыслей ваших». Как дождь и снег нисходит с неба, слова мои нисходят с неба, и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной урождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, говорится в 11 стихе, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетно, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Один человек в запале спора со мною сказал, «Ну вот видишь, кто, какой Бог, Он все хочет сделать по-своему». Во-первых, Он это делает постепенно, обучая. Он мог бы сделать нас рабами, и мы говорили бы «Есть!» и делали, не изменяясь. А Он сделал так, что Он послужил нам и служит, продолжает, и это служение такое началось еще до сотворения мира. Жертва была уже принесена. Вся Вселенная заключена именно под эту жертву. Все, что мы видим, мы можем очень интересно преобразовать и посмотреть. Вчера мы с женой наблюдали яркие снимки и видеоролики природы. Интересно так. Птичка, вот у нее разная расцветка, там синие, черные, зеленые. Раз, несколько капель красных, деревья, осень, желтые, зеленые, уже погасшие, и вдруг, раз, целые цветы и букеты деревьев красные. Мы с вами идем, и вдруг пятно на улице, там, на тротуаре, кровь сразу же выделяют. Иисус принес Себя, кровью Своей заплатил. Некоторые ругаются и говорят «Да какая кровь? Да что вы, ну что вы, что вы?» Ну и я такой был. Удача и неудача. Ну вот его мысли стали моими мыслями, и я просто сдался им. Мы с вами учимся сдаваться. Не противостоять, не быть чадами противления. Не считать, что мои мысли, она не всегда правильная. А считать, что мои мысли вообще не нужны, я хочу мыслить мыслями Бога. Кто-то воспротивится. Да послушайте, вы в театр идете, потом цитируете фразы, и они красивые, достойные и так далее. Но это ничто. По сравнению с той фразой, которая дарует жизнь, скажите еще какую-либо фразу, которая бы говорила «Я даю жизнь вечную». «Кто ты?» «Кто ты?» «Одно божество другое». Ну ладно, давай ради эксперимента попробую. Однажды я встретил человека в Казахстане на станции. Молодой парень стоял и смотрел на перроне железнодорожного вокзала на пути, и он смотрел куда-то вдаль, в вечность. Я подошел, угостил его орешками, разговорились, стали говорить о Библии. Он сказал «Это чудо!» Мой отец, он казах, мой отец, когда началась перестройка и стало доступно много, купил две святые книги. Одной религии и другой религии. Мне подарил Новый Завет. Через некоторое время он сказал «Интересно, один из вас жестокий, получается, а другой любящий, внимательный, терпеливый». Мысли Бога – это мысли Иисуса Христа, который согласился с Отцом в любви Божьей принести себя в жертву, став человеком. И он дарит нам эту жизнь новую. И эту жизнь нужно пробовать каждый день, и пробовать, и применять ее, и применять, что произойдет. Третий пункт. В Библии очень много говорится о блаженстве смиренного человека. Тот, кто смирен, Якова, 4 глава, 6 стих, Тому Бог дает большую благодать. Ах, это условие! Да, слушайте, без смирения вообще мимо благодати проскакивают люди все время. Мимо благодати несутся ни милости, ни благодати, ни прощения, даже верующие. Ну, куда ты лезешь? Опять в свои пути. А Бог взвешивает и говорит, «Здесь мысли моего Сына». Иисус говорит Отцу, «Как замечательно! Твой план такой удивительный! Этот человек живет, и он развивается, он, она развивается!» Иногда мы так ценим свои эмоции, что отдаем им в распоряжение свои семьи, супружества, разделяем детей, Я помню, как мучился, когда разошлись мои отец и мать. Да, тяжелый выбор был, а ведь была одна семья. А вот когда в Иисусе Христе мы обучаемся служить Иисусом Христом, нас никогда недостаточно, когда мы в себе, наши пути, кажется, что они прямые. Посмотрите, послание к римлянам, держите палец на Исаии 55, послание к римлянам, пятая глава, удивительная фраза, Господь говорит, с первого стиха, мы, оправдавшись верою, имеем мир с Богом, покой через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою, и получили мы доступ к той благодати, получили, и смотрите, и в которые мы, в которые встали, и стоим, и хвалимся, надеждой славы Божьей, Он туда нас приводит, Он желает, чтобы мы были детьми благодати, и эту благодать очень хорошо видно со стороны, мы-то внутри, и не только этим хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Много развалин в жизни человека, из-за того, что у него скорбь, и он не знает, как с ней бороться, эмоции бушуют, битвы, воображаемые, реальные, но мы хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения, опытность, от опытности, надежда, посмотрите, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым. Он взвешивает наши сердца, и Дух Святой наполняет нас такой радостью среди тревог, среди разрушений, среди того, что, казалось бы, уже все, нельзя никакими нитками ничем сшить. И происходит чудо. Исайя, 55 глава. Слово мое, одиннадцатый стих, который исходит из моих уст, не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал. Тринадцатый. И вот результат. Вместо терновника духовного, это колючий человек, у которого на каждой колючке еще масса всяких там вирусов и так далее, и издевательств и прочее. Вместо терновника будет же кипарис. Удиви. Мне до того нравится кипарис. У него каждый листочек, это как ладошка человеческая, маленькая, и тянется к Богу, чтобы прославлять. Вырастет кипарис. Вместо крапивы возрастет мир, благоухание приятно. И все это будет во славу Господа знамение вечное и несокрушимое. Вот оно, блаженство, крутости, смирения в Иисусе Христе. Результат очевиден. Совершенно новая природа. Природа Иисуса Христа. Бог занимается нашими сердцами. И каждый день, каждый час, миг добавляет, добавляет свое, своего Сына Иисуса Христа. Аминь. Отец наш Небесный, мы и так благодарны Тебе за эти размышления, эти слова ободрения. Господи, благодарим Тебя. Ты действительно творишь удивительную поэму своей сущности в нас, в нашей жизни, в жизни наших родственников. Слава Тебе, Иисус! Может быть, среди тех, кто слушает это слово, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. О, не теряйте времени. Примите Его. Он от вас ничего не требует. Мы не способны в нашей человечности удовлетворить Бога. Но вот Он дарует нам нового человека, духовного, который начинает ценить смирение, кротость и наслаждается благодатью и дарами Божьими, даже когда скорби. Принимая Иисуса Христа как своего Спасителя, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня различать Твое слово, пользоваться, практиковать. люби, прощай, благословляй, назидай, помогай и мне, и через меня, другим. Во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Аминь. До свидания. Благослови Вас Бог. Благослови Вас Бог.